Спросить, чем занимаются правоохранительные органы, могут все кировчане у самих полицейских. Завтра, 16 декабря, в приемной Общественного совета УМВД будет идти прием граждан по вопросам деятельности органов внутренних дел. Приемная находится во Дворце культуры Родины в 212 кабинете. О других новостях города и области расскажем в коротком видеообзоре. Автомобилисты получат скидку на штраф. Нарушители правил дорожного движения смогут оплачивать лишь половину суммы штрафа при условии, что ДТП были не опасны для жизни окружающих. Госдума приняла соответствующий проект закона в третьем окончательном чтении. Но для получения скидки нарушителям необходимо оплатить штраф не позднее 20 дней с момента вынесения административного постановления. Курительные смеси включили в список запрещенных веществ. Госдума в первом чтении приняла президентский законопроект, который представляет наркоконтролю право запрещать новые спайсы. Напомню, этой осенью по всей России от смеси пострадали больше семи сотен человек. Около 30 из них скончались. Среди погибших и пять жителей Кировского региона. Отныне за оборот спайсов могут назначить до 8 лет лишения свободы. А за употребление запрещенных веществ привлечь к административной ответственности. В выходные в Кирове завершился девятый фестиваль средств массовой информации на семи холмах. По традиции в рамках мероприятия прошло награждение лучших работ в области журналистики и связей с общественностью. В этом году члены жюри отметили наградами руководителя телеканала Андрея Шпорта, а также корреспондента Бюро новостей Давича Елизавету Халикову. Кроме того, в рамках фестиваля подвели итоги работы специалистов по связям с общественностью. И лучшие в Кировской области признали пиар-службу нашего холдинга «Медиа-9». Продолжение следует... Продолжение следует...